Здравствуйте, начнем нашу сегодняшнюю лекцию, посвященную, ну, у нас сегодня будет другая тема, но сначала я закончу предыдущую тему, связанную с концепцией Юнга. Мы тогда рассматривали, по-моему, архетип тени, один из таких вещей архетипов. Архетипы, я повторюсь, это такое, своего рода априорная форма, изначальная форма, которая, ну, по образцу которой, в общем-то, воспроизводятся определенные символические ряды, которые так или иначе встречаются во всех культурах, во всех мифологиях, во всех религиозных представлениях, в искусстве и так далее. Вот, и, по сути, вот эти априорные формы изначальные, производство символов, образцов, они как раз задаются тем, что по Юнгу называется архетипами, такого общего или коллективного бессознательного, общего всем людям, то есть всем людям, скажем так, которые живут сейчас так или иначе, и которые жили в прошлом, в предках, да. То есть, ну, мы с вами остановились на архетипе тени, я хотел такую вещь сказать, любопытную, относительно тени, наверное, у меня вспомнилась одна такая интересная история, которая, опять-таки, отсылает нас к такому философу, о котором мы говорили на позапрошлой лекции, то есть Фридриху Ницше, из его известного произведения «Странник и его тень», наверняка, может помнить, если читали, там, как раз оно завершается тем, ну, вообще произведение, диалог между, в общем-то, самим, как героем, собственно, и его тенью, и там тень, в конце концов, ну, как бы, по-моему, говорит этому герою, повторяя ту известную фразу Диогена Кинека, которую он сказал Александру Македонскому, «Отойди от солнышка, не загораживай мне его». Вот, и тень говорит тоже самое герою, а герой говорит, где мне встать, а он говорит, встанем, он там усосен. И герой пошел и стал усосен, и солнце как раз закатилось. И в это время, когда тень достигла своего максимального размера, интересно, любопытный, кстати, момент, тень достигла максимальной своей величины, своей длины, да, то она в следующий мгновение исчезла. То есть, солнце сначала вот как раз подошло к горизонту, тень удлинилась до максимума, а потом оно село, и все, тень исчезла. То есть, в этом плане здесь очень такой символический, символичный акт происходит, что, собственно, вот эта тень, которая, как мы с вами говорили, есть определенная изнанка человека, да, кстати, здесь вспоминается сразу же, прошу прощения, другое, в тему очень хорошо ложится известная такая афоризм, мысль, которая приписывается Пифагору о том, что не суди о своем величии по длине своей тени на закате. Вот, то есть, такая довольно очень, мне кажется, мудрая мысль, и не суди о своем величии по длине своей тени на закате. И когда вот тень, собственно, как раз максимально удаляется, максимально реализуется вот эта какая-то специфическая такая темная сторона человека, предположим, он достигает своей вершины власти, достигши для высшей власти, шестой же год, я царствую спокойно, но счастья нет, моей душе не так ли, ну и как далее, у Бориса Гуденова, Пушкина. Так вот, собственно, если мы как раз перенесем эту метафору на наш жизнь, то как раз можно сказать, что как только человек достигает какого-то максимума своей высоты, да, такой, величия своего, как та же старога, помните известные сказки, рыбаке и рыбке Пушкина, после этого она оказывается у разбитого коры, так и здесь. Тень, которая, кстати, как и в пьесе Шварца и того же Андерсена, да, она реализуется в качестве там короля, выходит замуж за принцессу, то есть, прошу прощения, женится на принцессе, да, вот, становится королем, и, ну, после этого сам герой там, конечно, Андерсен, помним, в принципе, его постигает печальная участь, но, собственно, эта же участь, она уготовлена по большому счету и вот такой, этим, компенсационным, что ли, стремлением человека, высшей экстремистой пластики, благодаря попытке компенсировать свой комплекс неполноценности, и вот эта темная сторона его, да, такая компенсаторная, компенсируя свой комплекс неполноценности, когда она раздувается до своего самого большого пузыря, достигает длины своей максимальной, в следующее мгновение она обнуляется, да, все. Вот, исчезает. Ну, такая вот метафора, прошу прощения за такое пространное, специфическое, может быть, рассуждение в тему, и как раз перехожу сейчас к тому, что называется, еще к одному архетипу коллективного бессознательного Юнга, надо сказать несколько слов о таком важном архетипе, как персоны. Архетип персоны. Ну, как говорит Юнг, этот архетип, он обычно актуализируется, как бы в таком, знаете, в пространстве, условно говоря, между сознанием человека и социальной сферой. То есть это, собственно, такая социальная маска человека. Персона – это, собственно, социальная маска человека, да, архетип, который актуализируется в пространстве между сознанием человека и обществом, социумом. И здесь мы имеем дело с очень такой интересной вещью, которая может представляться как такой, что ли, какой-то симулятор, говоря языком современной философии, такой, какой-то видимость. Кстати, вот здесь я хотел бы заметить очень важную вещь, что, собственно, само слово персона, хочу обратить на это внимание. Не знаю, будет ли у нас в будущем, ну, как бы, в нашем курсе, если там получится, поподробнее об этом скажу, но сейчас скажу буквально вскользь. Хочу заметить, что слово персона вообще, оно означает, ну, как бы, личность сейчас означает в многих западных языках, западноевропейских. Ну, первоначально-то слово взято, собственно, из античности, и в античности оно означало театральную маску. То есть буквально то, через что идет звук. Вот это, если вы помните, театральные маски, такая, действительно, маска, в ней рот такой крещащий, своеобразный, или там как-то вот закругленный какой-то, обычно, там, каким-то ужасающим видом, или, может быть, со смеющимся, или что-нибудь в этом роде, но вот буквально то, через что идет звук. То есть буквально персона, это первоначально, в своем смысле, это театральная маска. И в этом плане, кстати, очень интересный момент, что, например, в русском понимании, в русской философии, на это, кстати, можно обратить внимание, если мы будем изучать концепцию тех же славянофилов, как раз, собственно, понятие личности, например, оно ассоциируется отнюдь не с некой, такой, знаете, социальной маской человека, не с его, собственно, такой, действительно, промежуточный какой-то вот, промежуточным образом его между сознанием его, между его я и, например, внешней социальной действительностью, а именно что-то такое внутреннее, глубокое, дословное, какое-то вот истинное лицо человека. А когда мы говорим скорее вот об этом, о такой, скажем так, маске, которая пролагается, как своего рода прокладка между человеческим я, между его сознанием и, собственно, всей социальной сферой, то мы здесь скорее по-русски говорим о лечении, да? Мы говорим о что-то ложном, лечении, да, о персон... То есть и в этом плане очень интересный нюанс, что когда мы, например, вот это европейское концепт личности, то есть персона переводим на русский как личность, у нас происходит некоторое смещение понятия, смысла. Вот, потому что если мы, скажем по-русски, переведем личина, то вообще, то у нас это будет сразу такими негативными коннотациями идти, значениями, да, что это будет что-то вообще, ну, тоже не совсем будет адекватно, потому что все-таки европейское понятие персона, оно не несет вот этих негативных коннотаций с одной стороны, а с другой стороны, оно вроде бы как-то так и не, ну, как бы, скажем так, не... только означает чисто что-то внешнее, оно предполагает вроде как что-то и вроде как внутреннее, да, то есть здесь вот есть вот такая, ну, скажем так, область значений в этом понятии персоны, да, которая, ну, скажем так, не укладывает более широко, чем, например, русская личность, которая в большей степени имеет в виду что-то внутреннее. А вот некое такое единство личности и личины, да, в нашем языке, это будет скорее вот и то, что называется персоной. Но у нас есть четкое такое развлечение личность-личина, да. И вот получается вот такое как бы смешение понятия. Но если мы будем говорить, собственно, об архетипе юга, который как вот актуализируется, как раз реализуется в качестве вот такой, что же, образца соотношения человеческого сознания, вообще человеческого я и социальной действительности, то мы как раз действительно скорее будем говорить вот именно о персонах. Вот в нашем, как бы, понимании русского языка это нельзя перевести как на личность, поэтому личность, это, собственно, состояние персоны, да. И хочу еще одну маленькую вещь сказать, что, ну, как бы, пример такой своеобразный привести относительно вот этого того, что называется архетипа. Это, мне кажется, очень хорошо, так сказать, раскрывается, опять-таки, в мной уже упоминаемый поиск Достоевского двойник, да, где вот у нас есть этот двойник, появившийся у Галяткина, да, как своего рода такая воплощенная его мечта, а его социальный, так сказать, ну, если говорить таким языком, современной социальной коммуникации, коммуникативности, да, где он будет очень хорошо так представляться всем другим людям, как бы сейчас сказали, репрезентироваться, да, вот, говорить, вот как я все, то есть даже не говорить, а осуществлять, да, деятельность, умелую такую, ловкую в этой жизни. Так-то Галяткин не ловок, так-то он как-то забит, так-то как-то он скукожен, а тут он сразу как, вроде как, ну, будет всем угождать, будет очень удачлив, будет всем подавать то, что надо, вот, и, естественно, как раз угождать, и будет, и будет подвигаться по служебной лице, как, в принципе, оно и получит. Вот, то есть Галяткин сам, вот эта несчастная страдающая личность, да, своего рода, она оказывается психичной, психикушке в сумасшедшем доме, кстати, очень такая, ну, как бы, здесь у нас идет сразу такая отсылка к многим персонажам, связанным с теле, да, вот, а здесь скорее с персоной, ну, вот я бы заметил, что вот архетип Персона и архетип Тени, они, как бы, здесь переплетаются, потому что, по большому счету, архетип Тени, он представляет собой действительно такую изнаночную сторону человека, но в тех вот художественных произведениях, которые я, вроде, указываю, да, то они, там архетип Тени, как раз воплощается, вроде как, отрывается, собственно, от человека, начинает фигурировать вместо него в качестве Персоны, да, то есть, вот, здесь эти два архетипа, как бы, вместе, совместно, Потому что то, что я, например, сказал раньше про тень, оно вполне может как-то соотноситься с архитектурным персоной. Ну, в итоге, естественно, как я уже говорил Гаяткин благополучно, ушел в психушку, попал, а его двойник, наоборот, стал успешным в этой жизни. В этом плане, как раз, если мы говорим, ну, это отдельная история, опять-таки говоря, о современной цивилизации, да, вот этой необходимости специфической такой репрезентации, да, способности представиться чем-то, а не тем, что ты являешься, да, вот. Вот, и, по сути, вести всех заблуждения, ну, как бы, в каком-то смысле даже солгать, даже не в каком-то смысле, а действительно солгать, представить свой лживый образ, как бы, можно сказать, имидж, да, определенный, вот. И, в итоге, ну, оказаться на вершине иерархической, специфической такой вершине, вот, пойти по карьерной лестнице. Кстати, вот в прошлый раз я вам говорил, такой нюанс я забыл, кстати, отметить, что, вот, не знаю, тот же самый архетип, самый стиль, да, он юнгом еще называется, я, по-моему, говорил, мандала, да, которая, она характеризуется, юнгом определяется как четверица, да, то есть, вот, помните, я сказал, круг с писаным крестом, да, ну, там, может, более-таки, витиеватый быть, ну, скажем так, эти рисунки, образы, но сама структура базовая вот такая. И, как раз, вот, юнг поэтому говорит о четверице, то есть, вообще человеческое мышление, оно склонно, ну, предположим, как-то всегда создавать вот такие схемы, ну, условно говоря, четверные. То есть, ну, предположим, там, собственно, четыре стороны света, да, самая простейшая, да, там, четыре Евангелия, да, или что-то еще. То есть, в принципе, вот, даже, если мы будем брать ту же самую троицу, да, христианскую, то всегда у тех же гностиков, там, или у Владимира Соловьева, так или иначе, возникает какая-то такая, что-то соблазн, определенная попытка дополнить ее четвертым элементом, то есть, собственно, например, Софии, да, женской стороной божества. То есть, в этом плане всегда есть такое стремление определенное, ну, это, как бы, вариант, могут быть другие варианты. Вот, то есть, само по себе самая простая схема элементарная, да, чтобы было понятно, да, вот даже, собственно, доску расчертить, да, вот, на четыре части проще всего. Вот, и, ну, а теперь, если мы с вами заговорили вот об этих четырех частях, собственно, то, например, тот же анимус, он может выступать в качестве, обычно выступает символом, он является квадратом, а у аниме является таким символом круг. И, кстати, обратите внимание, тогда, если мы совмещаемся, такое, находимся, пытаемся найти специфическую квадратуру круга, вычислили эту формулу, да, не формулу, а, в общем-то, сам своеобразный, так сказать, картинку представить, то у нас, в общем-то, анимус и аниме также, да, не такая, что удачно вписывается в мандалов, парня, так сказать, в нее укладывается. Ну, ладно, это, так, особенно, дополнительно, так сказать, размышления к теме, вот, и, ну, наверное, я так сейчас не скажу, что у меня, наверное, есть какая-нибудь там еще, набежал, набежит сейчас что-нибудь еще, да, относительно концепции Юнга, Ну, а, собственно, теперь я хотел бы перейти к сегодняшней теме, которую, в общем-то, хотел сегодня читать. Это культура как игра, концепция Хейзинга. Сегодня я буду читать концепцию Йохана Хейзинга, вот, именно культура как игра, но не только его, но вообще, как бы, мы займемся сегодня этим, таким, таким, специфическим пониманием культуры как игры. Культура как игра, концепция Георгана Хейзинга. Вот. Ну, Хейзинга – это нидерландский культуролог, мыслитель, историк культуры, философ. Первая половина, собственно, его творческая жизнь пришлась на первую половину 20-го века. Он автор таких известных, ну, прежде всего, работ, как «Осень средневековая». И самой своей такой прославившей его работы, собственно, «Человек-играющий» или «Гомо-людиус». Она у него вышла в 38-м году. Вот это его самая известная работа «Человек-играющий». Ну, по аналогии с тем, что обычно говорят «Гомо-сапиенс», да, «Человек разумный», да, то здесь он как бы дает такую свою трактовку. Что человек – это такое существо, которое именно, прежде всего, характеризуется тем, что он играет. Вот мы, я сейчас чуть позже, точнее, скажу, что, собственно, Хейзинга понимает под игрой, потому что понимание игры у него все-таки такое, не сказать, что довольно специфическое, но, понимаете, когда мы с вами, например, начинаем рассуждать о чем-то, да, опять-таки еще много раз про это уже говорили, нам нужно определиться все-таки, о чем мы говорим. Вот Хейзинга, слава богу, он в своем произведении дает свое определение игры, потому что бывает, что какой-нибудь там автор начинает рассуждать о чем-то, но не дает определение игры. То есть, в Хейзинге есть определение игры, если вы, собственно, откроете его произведение, и в итоге вы наткнетесь на это все-таки определение. Вот, несколько слов буквально о его жизни, так, буквально несколько, совершенно, чтобы была более, так сказать, общая картинка понятная. Хейзинга, кстати, родился в той же семье пастора, ну, Юнг, как вы знаете, тоже родился в такой же семье, да, и, в общем-то, в протестантской пасторской семье Меннонитов родился Хейзинга. Вот. А, еще одну вещь, кстати, хотел сказать о Юнге, почему-то я ее упустил, мне кажется, она очень такая интересная и важная, но так, в догонку темы скажу. Я в прошлый раз как-то про это запамятил, не то, что запамятил, но упустил. У Юнга был, легенда такая существовала в семье, собственно, что дед Юнга – это внебрачный сын Геты. Вот. И как раз у Юнга были специфичные… И вот, помните, я рассказывал про Шпенгера, который был не то, что так сильно, можно сказать, действительно влюблен в Геты, но скорее в концепцию Геты, в его мировоззрение. Ну, может, даже и, собственно, уважал таким образом человека, вот, как своего рода такого, ну, образец, да, такой, можно сказать, если там пушки наши все, то у немцев, собственно, в защите, если в каком-то смысле Геты наше все, да. Вот. И в этом плане как раз вот о Юнг тогда получается тем более, значит, вот Геты, натурфилософ, у которого тот же самый философию жизни в каком-то смысле заимствует, не заимствует, но так, ну, в каком-то смысле заимствует, наверное, да, все-таки Шпенгер, то и Юнг тоже, вот, и многие такие Геттовские мотивы такой жизненной силы и, в общем-то, всего, что связано с такой створящей силой природы, они были и у Юнга. Вот. Ну, это такая еще раз маленькое отступление, теперь возвращаясь к Хейзингу. Вот это интересный момент, да, вот из семьи священников. И в итоге, кстати, ну, тот же самый Хейзинга, он был, пожалуйста, скончался с Хейзинга в 45-м году, в начале 45-го года, незадолго до окончания, собственно, Второй мировой войны. Еще в 42-м году он как человек, ну, как живший в Голландии, Голландии, в Нидерландии, Голландии была оккупирована нацистами, и вот Юнг, как раз вот Хейзинг, где-то в 42-м году, по-моему, он попал в концлагерь, правда, пробыл там несколько месяцев, потом его выпустили, но он же, кстати, был пожилой к тому времени человек, он родился в 70-х годах 19-го века, и, по сути, ему уже было, ну, лет 70 практически, да, и вот, понятное дело, что для такого пожилого человека, тем более, концлагерь, очень, в общем-то, является вещью, далеко не способствующей крепости его здоровья, и в итоге уже, ну, он вышел, но довольно скоро скончался. Что касается, то это интересная такая вещь, кстати, я поймался на мысли, что вот философ, который специфически воспринимает именно культуру как игру, оказывается в такой ситуации, которая, где вот, ну, скажем так, об игре говорит проблематично, если так можно сказать, цинично в отношении него, как тоже, может быть, Диоген бы сказал, который мы сегодня упоминали, он сказал бы, доигрался. Вот, и в этом плане, ну, у Хейзинги, в принципе, есть вполне такая, кстати, ну, интересная мысль, по крайней мере, довольно здравая, в том плане, что противоположностью, кстати, вот он в своей концепции, выводит такую специфическую мысль, что противоположностью игры является вовсе не серьезность и насилие. Вот насилие – это противоположность игры. Вот такое, скажем так, ведь даже вот если мы в той же культуре имеем дело с каким-то, скажем так, насилием, так или иначе, оно все равно введено в игру, оккультурено и происходит по определенным правилам. А вот этих правил, собственно, нет, да, по большому счету так вот, где царит определенный своего рода беспредел, такой своеобразный, да, то там, в общем-то, и, можно сказать, и нет культуры, это, собственно, нет игры. Значит, здесь мы уже попадаем в некую такую сферу, если по Хейзингу говорить, что мы попадаем из игры. Хотя, с другой стороны, опять-таки, можно порассуждать, насколько та же система, тот же концлагерь не является игрой. Да, для, может быть, вот этих всех, скажем так, надзирателей, там, кого-то еще, это очень интересно даже играть. Да, то есть, по сути, они, может быть, и играют, там, заключенными, да, там, ну, например, там, до какой стадии можно довести заключенного, там, заставить его, там, ползать, заставить его чего угодно делать, стучать на всех, и, ну, в общем-то, так вот, как, вот, опять-таки, помните, я вспоминал фильм, там, «Мертвый сезон», да, в общем, такой довольно-таки интересный показатель в этом плане. Да, кстати, советую всем актуально пересмотреть сейчас этот фильм сейчас, вот, советский, 68-го года, по-моему. Вот, вот, возвращаясь, ну, а теперь, собственно, что, как бы, Хейзинг понимает под игрой, потому что это ключевое здесь концепт понятие, я уже так говорю, игра, 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 а все никак. Вот, давайте сначала мы запишем это определение, а потом будем уже рассуждать, собственно, об этой, об этой игре. Хейзинг понимает игру, как свободную, спонтанную деятельность, игра, свободная, спонтанная деятельность, осуществляемую в определенное время, в определенном месте, свободная, спонтанная деятельность, осуществляемую в определенное время, в определенном месте, по определенным правилам, по определенным правилам, с определенной целью, По определенным правилам, с определенной целью, без материальной заинтересованности. Без материальной заинтересованности. Но без извлечения материального выгода. То есть, насколько там есть присутствие стремления извлечь материальный выгод, настолько это, собственно, не игра, насколько, если следовать терминологии Хейзинга, это выпадает из порядка культуры. Но это еще не все определенно. Здесь еще один важный момент, который, мне кажется, нужно добавить, и который, собственно, сам Хейзинг добавляет. Он говорит о том, что вот эта спонтанная, свободная деятельность осуществляема в определенном пространстве времени, с определенной целью, с определенным правилом. Ну, то есть, в данном случае понятно, что он установит определенный порядок, очевидно, да? Мы не будем об этом говорить. Собственно, если есть правило, значит, есть правильный порядок. Вот. Очень важно. Создает определенные социальные группы. Создающие тем самым определенные социальные группы. Создающие определенные социальные группы. То есть, игра производит какую-то такую, вот то, что надо, ну, лучше так сказать, что в этом поле игры, в этом хронотопе игры, да, пространство-время, если мы говорим, да, пространство-время, то есть мы, наверное, говорим, хорошо бы использовать понятие хронотопа, хотя я сейчас не помню, использует ли такое понятие Хейзинга, по-моему, нет, да? Вот, ну, вот это понятие, в частности, Бахтина-хронотопе, мы можем, как бы, вполне подтянуть, даже не подтянуть, а вставить сюда и трактовать, собственно, это пространство-выгры, такое, действительно, пространство-времяное нечто, сфера. И, то есть, в определенном месте, в определенном пространстве, в определенное время. И каждая социальная группа, которая создается в этом пространстве, она имеет свою специфическую, понятную, группу, да, у нее, конечно, свои специфические, там, символика, свои специфические, чуть-чуть, правила, свои специфические цели, свои специфические, там, ритуалы, то есть, понятно, А это все так или иначе своя специфическая инициация, отождествление, репрезентация другим представлениям, себя. То есть в этом плане каждая игра создает свои социальные группы, со своими правилами, со своими целями. Кстати, я в прошлый раз, когда вам, ну не то, что в прошлый раз, я вот об этом не раз, наверное, говорил о том, что, в общем-то, власть, например, я определяю через целеполагание. То есть суть всякой власти – это ее целеполагание. И в этом плане, если вы вскрываете суть целеполагания данного властного субъекта, можно сказать, вы вскрыли его подноготную излучность. И все остальное, все, что он делает, так или иначе должно вкладываться. Люди часто думают, вот власть, значит, что там она должна делать, как, почему так происходит. А вы вскройте главный момент, его, конечно, трудно вскрыть. Вот целеполагание с этого субъекта, тогда все будет ясно, тогда все остальное будет абсолютно логично. Потому что вы, как бы, свое, может быть, целеполагание, которое у вас есть, вы проецируете на этого властного субъекта, там, коллективного обычного или индивидуального, и думаете, а почему он поступает вот так, а не как он должен поступать. А вы просто не знаете выясненных целей, да? Вот. А вот если понимаете, какие там цели, тогда, можно сказать, все становится ясно. Но опять-таки говорю, это довольно-таки вещь такая, ну, наверное, нелегкая для понимания, но если вы ее поняли, вы разгадали все. Вы, как бы, ключик нашли, самое главное. Вот. Так и здесь, собственно, есть цель всякой игры, соответственно, есть определенная цель, но эта цель, как мы понимаем, вот если говорить о, исходя из концепции, вот из определения хейзинга, не связана с определенным извлечением материальных благ. Как я уже сказал, противоположностью игры является по хейзинге насилие, да? Вот. Но еще одна, еще один важный нюанс, который отмечает хейзинга, это то, что называется, игра, она, вещь очень серьезная. Вот обычно, вот он сам рассуждает практически, ну, начинает уже рассуждать с самого начала этого произведения, что игру понимают люди, обычно поверхностно довольно-таки, что вот это нечто такое несерьезное, и он для этого несерьезного вводит свое такое специфическое понятие, он называет это игривостью, забавой. Это не игра. Вот настоящая игра, та, которая, ну, скажем так, требует какого-то человеческой самоотдачи, да, которая, собственно, является тем, что называется, вот, основой культуры, или, как он сам говорит, про феномен, я сейчас про это тоже скажу, вот, она очень серьезная. Она серьезней самой серьезности. Вот когда люди, вот тут же, кстати, хейзинга приводит очень интересную такую мысль, мысль, ну, как бы, можно сказать, в подтверждении своего теста, ну, и, может, просто иллюстрируя свое рассуждение, запомнившуюся мне, он приводит рассуждение одного, то есть, самурая японского. Для самурая он говорит, то, что обычные люди считают серьезным, я считаю игрой. Вот очень интересное такое рассуждение. Вот то, что для, как бы, серьезно, для меня игра. Вот, то есть, но в данном случае, как бы, игра в его понимании, в данном случае, она серьезней самой серьезности. Он уходит, какой-то выходит в следующее измерение, в которое, вот, например, собственно, вот ребенок, да, вот он играет, так же играет, что-то самозабвенно, попробуйте его вернуть в этот мир, иди покушай, да, вот, или что-нибудь еще. Вот, он же ведь полностью погружен туда, там, он в этом мире существует, этот мир творит, он, он для него реальный самореальность. И так же человек взрослый, который, в принципе, живет, мы в этом смысле сами, помните, я вам рассказывал, когда про миф, да, человек живет в мифологическом пространстве, и этот миф, мифологическое пространство, для него, по сути, есть его реальность, да, а самое, что ни на есть, а не та реальность, которая, ну, скажем так, в таком обыденном, может быть, представлении, в таком, как нечто материальное такое, материальную выгоду, принято считать реальностью, да. А вот он, этот человек самозабвенно, вот чем-то там увлечен, там, кто-то что-то там коллекционирует, кто-то, да кто-то просто своим любимым делом занимается, он тоже в этом смысле-то играет, да. Для него это тоже такая специфическая увлеченность. Вот один из современных философов, кстати, очень интересно, сравнил, собственно, понятие игры у Хейзинга с тем, что называется, ну, вообще, современной ситуацией, ну, например, с бюрократией. Бюрократия, очень, кстати, интересное сравнение такое, чтобы было понятно, да, это совершенно механизм, машина, да, ее идеалом является машина, то есть, собственно, это, там нет игры, да, там есть, собственно, инструкция, угождение начальства, выполнение распоряжения начальства, собственно, дело само, которое нужно делать, оно вообще не имеет никакого значения, да. Вот, и в этом выполнение инструкции, выполнение формально каких-то правил начальства, это главное, да. И она действует как машина безотносительно вот реальности, да, но и безотносительно вот, ну, скажем так, того, что мы называем пространством культуры, в данном случае пространством игры, да, где у нас есть спонтанная деятельность, где есть свободная деятельность, да, где есть, собственно, вот это отвлечение, собственно, от материальной пользы, а здесь-то вообще все, здесь механизм просто работает, здесь вообще нет ничего человеческого, да. Вот, ну ладно, а теперь я хотел еще одну вещь заметить, да, то есть вы, наверное, поняли, да, что игра, один из главных тезисов в Хейзинге, это то, что игра, она серьезней вот того, что люди обычно полагают реальностью, там, серьезностью и так далее. Вот. И еще один, второй момент, и первый момент, о котором я еще раньше упоминал, это то, что игра противоположна насилию. Тоже важно. Так вот, Хейзинга называет игру, не просто сопоставляет игру с культурой, это было бы очень такое поверхностное сопоставление, он называет игру профеноменом культуры, напишите, пожалуйста, этот тезис, да, Хейзинге, что игра – это профеномен культуры. Игра профеномен культуры. Игра профеномен культуры. Ну, наверное, вы помните, когда мы с вами рассуждали про Штенвера, я говорил о профеномене, у Штенвера, в его концепции. Про символ там было. Что? Про символ уже там. Да, и про символ был еще, да. Вот. В принципе, вот здесь, в данном случае, мы имеем дело, то же самое понятие вроде как, про символ, то есть, про феномен там, и про феномен здесь. Но здесь я хотел бы заметить, что, вот, если так подумать, я вот сам подумал все время, да, и, как бы, пришел к выводу, что про феномен у Штенвера и про феномен у Хезинга все-таки немножко разные вещи. И, если мы помним, что про феномен у Штенвера это есть такая, что ли, некий образец такой, что-то близкое даже, не сказать, что совсем точно то же самое, но приближающийся, имеющий некую аналогию с тем, что Юнг называет архетипом, да, но, опять-таки, это просто в данном случае как некая форма, да, которая задает всю, помните, я про куличики рассказывал, да, которые, по модели которой воспроизводятся все символики, образцы, там, идеи данной культуры, в данном случае данные феномены, феноменологии данной культуры, мировоззрение человека данной культуры, то у Хезинга про феномен это нечто другое, про феномен это просто вообще нечто то, что предшествует культуре, да, про феномен это то, что предшествует культуре, является ее основой, это немножко другое, то есть, вот, ну, в этом смысле, как бы, вот, действительно, всегда есть серьезная проблема, когда мы одни и те же понятия находим у разных авторов, культурологов, там, философов, и, ну, как бы, воленс-ноленс, волен-неволен, мы пытаемся, ну, что ли, взять и сопоставить, да, представлять, что это одно и то же, это, собственно, как представить то, что, например, атомы, которые были в античности, у античных философов атомы, которые есть в науке и философии нового времени, это, вроде, одно и то же, действительно, здесь совершенно разные вещи, вообще, они, как бы, говоря по-нашему, рядом не стоят, вот, так и, но здесь то же самое приблизительно, то есть, про феномен Шпенблера, это вот некая такая матрица лепки культурных феноменов, вот, а что касается у, касается Хензинга, то у него про феномен, это просто нечто предшествующее культуре, как бы, вот, то, что лежит в ее основании, культура, она, как бы, вот, вырастает, как из почвы, вот, из этого, своего рода про феномена игры, как раз вот, поэтому он говорит, человек, вот, существо такое, которое играющее, и в этом плане, это его отличительная, такая специфическая характеристика, и, кстати, он там, по-моему, делает такое рассуждение, связанное, что человек, это единственное существо, которое так улыбается, да, все, никто больше не улыбается, там, собственно, нет таких живых существ, которые еще улыбаются, вот, смеяться там, вроде как, что-то похожее там, может быть, да, но даже это не будет, это чисто, знаете, скорее аналогия такая, как бы, человек видит что-то в природе, вот, у человека вообще есть такая специфическая черта, у человеческого мышления, что он видит что-то в природе, похожее на себя, и аналогию ему ставят, как, собственно, видят понятие про феномен, но уже, по-моему, говорю, Хейзинг, и сопоставляют, а так уже себя сопоставляет с тем, что он видит в природе, а в действительности, это вещь совершенно разных порядков, но с улыбкой тут вообще, как говорится, действительно полное одиночество, и получается так, что вот эта, что ли, улыбка, она как-то здесь, как бы, ассоциируется с тем, что называется, вот, собственно, с игрой, да, и такой, как бы, есть такая, создает некое состояние отрешенности, или отстраненности, вне находимости, вот того, что называем, порядком, вот, природной каузальности, природной реальности, человек как бы возвышается над этой, как некое существо, обладая еще как неким таким онтологическим избытком над этим порядком природной каузальности, причинно-следственной связи и природной необходимости, и вот он приобретает некую возможность, способность такую даже, да, совершать свободную идею. Кстати, я, если вы помните, когда я, уже мы с вами рассуждали, там, о определении свободы, я определял, в частности, свободу через творчество, вот, и в этом плане, как раз, человек как существо такое специфически играющее, оно как раз и значит существо творящее, по сути, я помню, опять-таки, определение Хейзенгер, где он говорит, что человек, то есть игра, есть вот то, что называется, как бы так сказать, свободная, спонтанная деятельность, свободная деятельность, да, значит, деятельность, творческая деятельность, вот, и в этом плане, ну, как бы нам более-менее все понятно. Дагкс, еще одну, кстати, вещь я хотел бы здесь заметить относительно игры, но относительно вот этого, может быть, понимания специфического игры, добавить к пониманию хейзинга был такой философ георганомер немецкий герменевтик 20 века у него есть интересное такое симптом смысле интересное а правда объемное такой большой произведение называется истинный метод буквально так несколько слова скажу вот и потом у меня и насколько я помню есть такое специфическое рассуждение о том что об игре кстати и вот он там говорит интересную такую вещь делать такой интересный заход что субъектом игры является сама игра и в этом плане как бы человек который вход попадает в это пространство в игровое специфическое пространство он свою субъектность в каком-то смысле даже утрачивает да у него это субъектность если так вот подумать да она как бы мерцает вот собственно на вот этой как бы кромки игровой площадки то есть на переходе собственно от того что называется чисто природный вот такого животного существования в существование культа социокультурной то есть игровое да и как бы так она мерцает блестит а потом как бы вдруг не то что пропадает а что ли закрывается вот как бы отдается лучше сказать о том пространстве начинает в нем раскрываться то есть уже не раскрываться а действовать вот тоже интересный такой нюанс ну а собственно вот здесь бы я еще такую вещь заметил действительно если мы так будем брать вот это определение хейзинге относительно того что называется игра то у нас возникнет очень много таких интересных мне кажется отсылок связок вопросов современной культуре вот кстати говоря сегодня я вот показывал лидия показывал такую специфическую программу ну сказать такой план проект который разработан был называемой агентство стратегических инициатив и сколково собственно по реформе того какого должно быть образования 2035 года но по большому счету ну как бы я не знаю что с ним и как это назвать вот то есть там есть такой такая мысль но вот говоря по нашему по-русски собственно если называть вещи своими именами то его больше просто не будет до человека не будет вот то есть вот это трансгуманистическая трансгуманизм должен 2035 года вас тоже заставать и все и конец человек становится полным придатком вот этой виртуальной системе вот и само по себе там очень интересная такая вещь связана с тем что такое как бы брошенное правило сегодня просто буквально так посмотрел и там написано создание вот эту игрового пространства да игровой действительности и я вот как раз подумал как это в тему там попало сегодня случайно да связано с тем что называется вот с сегодняшней темы до нашей сегодняшней лекции насколько то что здесь в этой в этом проекте понимается под икрой насколько оно соответствует тому что понимает например под игрой хейзинга как вот собственно про феноменом культуры понятное дело что в этой системе там уже там что предполагается там предполагается что вот традиционная система образования на все будет сметена уже как говорится чертям собачьим прошу за выражение да вот а дети будут должны должны будут как бы так обучаться играючи да но кстати в этом плане когда еще одна подвох очень интересного всегда нужно обращать внимание на детали и в слова на слова но вспомним платона вспомните пожалуйста платон как он еще учил замечательно в той же самой государстве то же самое например да о том что обучением должно быть дети должны обучаться играючи за нас вот он тезис платон о чем говорит о том что вот дети обучаются играючи но ведь чем специфика то и идут детей гирающих но вот в этой действительности который говорит платон они играет в действительности они же играют действительности они играют в этом мире они иная иная уч began методротики они там гимнастика занимаются они там обучаются философии как будто это таких таких специфических может быть хорошем смысле игровых да таких вот что ли взаимоотношения диалоговых таких отношениях с учителем там возможно Математике обучаются и так далее. То есть они обучаются в действительности. А здесь у нас получается виртуальная среда. У нас происходит десоциализация. По большому счету лобные доли мозга даже развиваться не будут. Вот у нас получается вроде как мы пишем тоже слово игра. А получается можем ли мы вот то что называется вот это онлайн. Которое там будет полностью образовательное. Оно можно ли его игровым пространством. Получается можем ли мы вообще. Кстати тоже интересный вопрос. Об этом кстати по моему никто даже особо не задавался. Я вдруг сегодня задался. Я честно говоря никого раньше не видел этого. Может ли кто-то задавался. Но я просто не знаю не сталкивался. Бруто меня сегодня вот так вот озарило. По большому счету можем ли мы вообще собственно к понятию компьютерной онлайн игры предположим. Применять как бы вот этот термин концепт игры. Можем ли мы вот где деятельности в виртуальном пространстве. Хотя у Хейзинга это что написано. В пространстве и времени. В действительности осуществляемая игра. Здесь игры нет в действительности. Она осуществляется где-то в виртуальном пространстве. Там нет пространства в полном смысле этого слова. Да и нет. Вот. И возникает вопрос. А можем ли мы это называть игру? Я еще раз говорю сейчас не отвечаю на этот вопрос. Я его просто подвешиваю. Потому что собственно. А это же ключевая вещь. И с одной стороны мы вроде бы как. Мы говорим да вот дети должны обучаться играючи. Замечательно. Но одно дело когда дети обучаются играючи. У Платона. Да вот там собственно гимнастикой заниматься. Ну как гимнастикой заниматься. Это же вообще самое что есть игра например. Да. Или там чем-то еще. Вот. Занимаются той же самой математикой. Как мы. Почему бы и нет. Ведь хороший учитель он как раз и когда вот он заинтересует детей. Чтобы они предположим там решали те же задачки. Это же там собственно кто быстрее решит там или как-нибудь еще. Это же тоже игра своего рода. Да. Когда он сумеет их заразить этим всем. Да. Это вот действительно игра будет. А когда мы имеем дело не с учителем реальным. Когда мы имеем дело с виртуальным пространством. У нас получается мы вообще не знаем чем занимаемся. Вот. Можем ли мы к этому применить понятие игры? Вряд ли что можем. Ну и получается так ну опять таки я еще раз этот вопрос просто подвешиваю. Ведь мы опять таки берем вот эти классические понятия на аппарат и переносим в современную действительность. Которая уже соответственно своя как вот пространство симулякров к этому никак не соответствует. Ну и сейчас все нормально. Ну и не все нормально. Это не нормально. И не все. Вот. Мы сейчас погружены в это как бы виртуальное пространство. Оно нас определяет. Оно нас промывает мозг. Жестко причем да. Но само по себе это как бы такое не очень как бы хорошая конечно вещь. Но и это надо понять. Осмыслить. Вот это очень важно. Ну в том числе наверное через понятие игры. Кстати еще одна маленькая вещь относительно современности. Тут вообще наверное море проблем. Сразу может возникнуть. Вот например спорт. Спорт. Спортивная игра. Вот я например скажу сейчас. Ну например мне сейчас спорт вообще не интересен. Я не знаю кому как. У меня он стал совсем не интересен. Я скажу сейчас почему. Собственно понятное дело что современный спорт мне с какой-то поры уже вообще все как бы меньше меньше а потом совсем не трудился. Мне перестал быть интересен вообще. Потому что современный спорт это не соревнования как бы людей спортсменов. Это соревнования фармацевтической компании. По большому счету. И люди тот же самый. Ну вот например. Понятное дело что ни один спортсмен там более менее какого-то приличного уровня чтобы он был. Который там до уровня там соц. чемпионата мира там или там до олимпийских игр доходит. То понятное дело что он нашпигован допингом сверху донежно по самой негорю. Любой. Ты просто не дойдешь туда даже близко не приблизишься. И в этом плане понятное дело что как бы брать можно любого за шкирку да. И как бы трясти него из него будешь шприцы сыпаться просто вот так горой да. А если брать например собственно чем занимается тот же допинг контроль. Он убирает неугольник. Да то есть кого нужно убрать он убирает. Потому что не убирать можно не убирать можно всех. Без проблем вообще. Но здесь еще одна вещь существует. Что собственно тот уровень допинг контроля который то есть есть уровень той же самой ну какой-то. Нахождение спортсменов которые являются там носителями допинга определенного. Они же ведь он отстает собственно от тех же самых национальных федераций. От их фармгигантов. От их фармацевтической промышленности. И естественно предположим тот же самый какой-нибудь спортсмен принадлежащий стране где развита фармацевтическая промышленность. Он же разумеется будет обкол простите меня тем чем допинг контроля еще лет 15 не будет находить. Причем с нынешним уровнем допинг который уже выходит на генный уровень. То есть условно там подправляет каждому конкретному спортсмену что у него там условно говоря в этом совсем грубо очень говоря в геноме нужно подправить чтобы он был идеальной машиной именно для этого вида спортсмена. Вот кто это больше достигает спрашивает а это же простите меня это же чей тоже как бы даже интересно уже наблюдает а почему я буду. Зачем мне смотреть гены модифицированных монстров которые соревнуются друг с другом. Какой мне в этом интерес вообще никакого. Когда был пока еще условно говоря вот эта наука так называемая не вышла на соответствующий уровень и пока был еще советский союз то условно говоря советская фармацевтическая индустрия и западная фармацевтическая индустрия они благополучно себя друг друга уравновешивали и все знали что те сидят на допинге и эти сидят на допинге. Но как бы ребята прошу прощения не борзите сильно мы не борзеем как бы вот до этого уровня и вы до этого уровня но не угодно их убираем там вроде того же Бена Джонсона когда он обогнал Льюисона или 588 года все его не убрали. Кстати его очень любопытно убрали его убрали по моему за этот станозолом который был открыт еще лет в начале 60-х годов не изменяет память да вот а его научились обнаруживать только в 80-х. То есть условно говоря с момента открытия вот этого анаболика и до собственно до его как его научились обнаруживать в крови это прошло лет 20. Причем интересно что по-моему чехи какие чешские по-моему фармацевти нашли способ. Вот и в этом смысле понятное дело что в то время даже уже собственно вот это все было да но как бы это было не было настолько нагло и борзо как сейчас да сейчас собственно например все спортсмены там развитых стран этих европейских там американских китайских и прочее ну конечно все пол ты пони горю да. Вот а как бы допинг контроль он как бы берет вот ты давай будешь виноватым все проблем нет взялся а тем более учитывая что в россии например это уже самый фарм индустрии и науки уже нет да. Иогуру обили благополучно. Понятное дело что как бы здесь если несчастные российские спортсмены чем-то пользуются то они пользуются чем-то уже старым давнишним что уже там давно уже пройдено. То есть им остается только пальчиком поманить мальчика и найти у него все что можно. То есть без проблем. Вот и в этом плане как бы ну это не интересно вообще не интересно просто взять вот я еще одну вещь прошу прощения скажу вот например был когда вот ну какой-то чемпионат мира недавно по футболу нет который был да который был кстати я вот как посмотрел ради ну на этой всей волне так случайно был матч футбольный еще 82 года. И тогдашнего чемпионата мира в Испании футбольный ФРГ Франции это знаменитый матч когда они 3-3 сыграли в основное то есть в дополнительное время вот такой с очень перипетий интересный и я поразился одной простой вещью что я вдруг поймался на мысли что вот эти вообще как бы матч интересный там действительно как там лучшие команды практически по-моему был то ли полуфинал то ли четверть финала чемпионата мира и так дальше. Вот и я посмотрел а по сравнению с нынешними они же играют вообще как черепахи ползают вот нынешние футболисты они ну понятное дело они обколты и в этом смысле они как бы носятся как человек в принципе не может носить если он будет по ну скажем так на как бы без химии да. По просто простой причине что вот ну да возьмите даже посмотрите вот если взглянуть на вот этих спортсменов 82 года а тогда уже допинг применялся тоже хочу заметить. Это не какой-то 50-й год да это 82-й уже да и в этом плане они все похожи на стаеров бегунок то есть такие суховатые там и прочее а футболист примерно пробегает километров 12-13 за матч да. А тут получается так вот он а современные футболисты они больше похожи на спринтеров ну не может человек так выглядеть вообще в принципе если он без химии он не может вообще физически ну никак это должен быть только ну понятно что это химия вообще сверху доносу. И в этом плане это неинтересно смотреть по ну как бы я не знаю почему люди ходят смотреть я даже не знаю мне это удивительно вот зачем мне химозу смотреть бегающим в принципе неинтересно вот если у них вот этот всю химию слить то они там вообще ничего не могут показать. Здесь возникает очень тем более учитывая одну маленькую вещь что нынешние например футболисты по сравнению с теми футболистами которые были в 80-70-е годы тренируются намного меньше от чего у тебя скорость вырастает на чем почему либо ты больше тренируешься но человек все равно есть определенный предел да вот понятно там тренировки в то же время например день там у того же Лобановского или что-нибудь в этом роде они как бы не идут в сравнении с нынешними принципами да вот и в этом плане откуда у них вот это все беготни непонятно вообще только химия больше никаких вариантов нет и в этом плане опять-таки говорю это можно ли говорить что это игра уже в то время когда я был маленький постоянно вопрос поднимался да а может спорт высшие достижения это уже не игра это уже не искусство это уже эти вот игра искусства это как вы понимаете они очень тесно взаимосвязаны да это уже что другое а тем более учитывая современный спорт который весь выходит на уровень чего материальные выгоды значит это уже все менее игра все менее культура и все меньше собственно человеческая деятельность а все больше механизм и нечто нечеловеческое вот в полном смысле этого слова сильно если у нас соревнуются биороботы как учились человеческого да вот поэтому как бы вот проблема серьезная кстати в современном обществе которые тоже практически мало кто наверное вообще обращает на это внимание вот несколько таких такое отступление ладно не буду снова прыгать белка к битвям вернусь обратно чуть значит собственно еще одну вещь хотел бы сказать в тему вот этой я что я вообще рассматриваю всю концепцию не только хейзинги да культуры как игры хотел бы сказать несколько слов относительно такого скажем так последователя хейзинги тоже человека работающего в его так направлении его направлении понимание культуры как игры это рожека юа французский напишите пожалуйста французский культуролог который исследует как раз культуру тоже как игру понимает культуру как игру рожека юа рожека юа понимает культуру как игру тоже но у него кстати очень интересная такая своеобразный подход несколько отличающийся от хейзинги он знаете в каком-то смысле почти современней хейзинги но чуть-чуть так сказать младшего поколения вот если у хейзинги его по моему гомолюден сама вышла в тридцать восьмом году только к юа его в общем-то известная книга мифы сакральная она вышла в тридцать девятом в тридцать девятом но еще кстати небольшая работа есть игры и люди она я тут оговорился что миф сакральный потому что собственно у к юа у него как бы с красной нитью через все произведения происходит вот эта проблематика мифа она является практически главной такой темой и собственно вот он рассматривает культуру человека вот через призму не только там и игры и собственно и мифы у него вот это понятие игры и мифы они как бы переплетаются с еще конечно с ключевым понятием его это сакрального и священного вообще к юа ну в отличие от хейзинги хотя хейзинга тоже говоришь что игра для человека в принципе есть нечто священное да сакральное такая сакральное действие да вот то для к юа к юа на этом как раз делает такой акцент специфический и у него как раз даже его биографии если мы вспомним так чуть-чуть глянем то у него кстати говоря он основой так называемый колледж или колледж социологии как раз вот в конце тридцатых годов во франции как раз перед тем как франция была оккупирована нацистами а сам к юа потом оккупации сбежал в аргентину уехал в борхесу и там потом вроде как жил всю по моему всю время оккупации вернулась полностью в 45-м году вот и как раз вот этот школа социологическая школа которую он создал со своим приятелем жоржем батаем ну жорж батай кстати известный такой писатель тоже мыслитель культуролог философ французский тоже такое оригинальный кстати интересно довольно таки вот у него там и называлась как бы вот это же сама по себе школа социологии она и как бы предполагала именно исследованием сакрального в культуре вот исследование сакрального в культуре вот у него вот эта четкая связка к юа то что называется священная то есть сакральная игра и миф вот это три таких что лет тряга такая воедино связанные дали миф игра сакральная вот это миф игра сакральная у него кстати интересно что ну а теперь давайте мы я хочу сделаем сейчас небольшую такую подсголовочек да классификация игр по к юа классификация игр по к юа классификация игр по к юа вот он как раз раскладывает всю человеческую культуру как своего рода некоторые модели игр, игровые. Но, игровые такие модели. Но, хочу заметить, что если посмотреть на практически любую то, что мы называем игрой, то в ней какой-либо из этих видов игры, которая для KUA является, будет являться определяющим. Все остальные тоже могут соприсутствовать. Не обязательно, что... Если возьмем какую-то игру, предположим, люди сидят и играют в карты. Это один вид игры. Ну да, там есть какой-то превалирующий. Вы увидите сейчас какой. Или дети сидят, в футбол играют, просто бегают с мячиком во дворе. Тоже мы увидим, что это игра. Или там какой-нибудь человек проводит какой-то обряд какой-то, проводится религиозный. Тоже игра определенного типа. Или там какой-нибудь актер выступает на сцене. Тоже игра какого-то типа. Мы сейчас увидим какие-то все виды игры, и мы сейчас все это смотрим. Вот. Значит, первый вид игры, наверное, такой самый, как сказать, чистый вид игры, как его называют, QUA, это игра головокружения. Он такое ему название дает. Игра головокружения. Он как-то связан с определенным таким понятием, да, вертигл, круговращение своего рода, да, вращение. Вот. И игра головокружения. Что это такое? Он у вас, здесь у него такая метафора любопытная. Он как раз говорит о том, что это человек, который вот такой вот в игре, это своего рода скомарок божий, да, вот, который, ну, понимаете, это игра, чисто такая игра в удовольствие. Вот, условно говоря, может быть, даже сказать, в каком-то смысле вот человек херодствующий, да, херодствующий, да, вот он своего рода, вот он, там, как Есимин сказал, я божья дудка, да, то есть в этом смысле он является проводником какой-то высшей силы, которая через него играет, да. Вот он как так вот находится в таком чистом состоянии игры, как какой-нибудь суфийский монах, да, вот. Суфий какой-нибудь вращается, да, вот такой чистый вид игры. Еще один вид игры, ну, второй вид игры, наверное, всем понятно будет, это игра подражания. Игра подражания. Ну, можно соотнестись с тем, что греки называли мимесисом, да, мимесис, то есть его подражание. Модель, собственно, такая, используя, не сказать, что терминологию, но это так искаженную, соответствующую изменениями, терминологию Юнга, можно сказать, что это своего рода такая модель актера и роли, да, актера-роль. То есть вот актер некий исполняет некую роль, подражает кому-то, ну, как модель, не обязательно, тут может быть много, вот там дети подражают, родители, да, только он передразнивает, вот. Пожалуйста, игра подражания, вот, в принципе, вполне довольно типичная игра, вид игры, который присутствует. Еще один вид игры, который говорит КЮА, это игра случая. Игра случая. Игра случая. Ну, например, это опять-таки, когда, ну, например, буквально такой, как бы идеальный вариант, наверное, игра в кости, да, вот бросили шарики, да, там, или кубики, да, бросили кубики, сколько выпало кубиков, столько, то есть, ну, вот, пожалуйста, случай, да, вот. В этом смысле саму человеческую жизнь, как-то всегда, можно соотнести с тем, что называется, игрой случая, да, вот. Можно сказать, судьба своего рода, да, мы, помните, с вами рассуждали, сколько у греков, тех же самых, древних, да, было разного рода один, связанных с судьбой, со случаем, да, вот. То есть, ну, вот, вот, например, собственно, вот те, мы сейчас упоминали, игру в карты, да, например, то же самое, вы, тоже игра в случае, какие карты тебе выпают, тоже, как случай своего рода. Конечно, еще раз говорю, что очень многие виды игр, они переплетены, там, пересекаются друг с другом, имеют много разных специфических точек пересечения, вот, ну, как бы, какая-то, какая-то, какой-то из видов игры является, может быть, доминирующим. Вот. Ну, и заключительный, четвертый вид, опять-таки, видите, четыре вида, да, четверица, юнглская, замкнулась, но, в случае, может быть, тоже своего рода, взял бы тот же самый, например, каю, еще пятый кой-то придумал, вот, чем бы и нет. В принципе, если так подумать, может быть, что-то еще можно найти. Но вот четвертый, это игра состязания. А, да, вот игра случая, он называет его тоже, как бы, в своей, так сказать, манере понятием але, да, с жребий, случай, да, своего рода. И здесь огон, греческое понятие, греческое слово огон, игра состязания. Игра состязания, огон. Игра состязания. Ну, то есть, те же, например, сейчас мы говорили про карты, разумеется, там есть присутствие тут. Тоже, люди как состязаются, тоже есть этот момент, Ну, спортивные игры, так или иначе, когда, поскольку они игры могут быть, да, они являются игрой состязания, да, вот, там, дети на перегонке бегут, да, вот, тоже состязания. Да, в принципе, даже вот, когда мы с вами здесь присутствуем, мы же тоже с вами играем, да, у нас тоже присутствует какой-то определенный вид игры, когда подумать, какой-то, да, вот, ну, что же мы играем, но мы тоже как бы соблюдаем определенный ритуал, смотрите, у нас спонтанная деятельность, да, все-таки, да, куда, вот, вот, фонтанная ездить, на себя вам что-то рассказывают, вот, вы тоже там сидите, вас, как-то, вот, я надеюсь, творчески подходите к процессу, да, вот, и пространство и времени по хейзинге есть, да, то с определенной целью, понятно, цель есть, да, определенная, вот, ну, не знаю, как там насчет у вас материальной выгоды, какой-нибудь материальной выгоды, я не имею, в принципе, вот, мне за это вроде как не доплачивают, вот, но, собственно, и если там, предположим, в данном случае, ну, даже если что-нибудь заплатят, я этого все равно не жду, ну, будет хорошо, ну, а нет, так я даже не подумал про это, вот, дальше, что касается, что он там был еще, а, правил, правил есть, да, ритуалы, определенные соблюдения, пространство, время тоже есть, вот, то есть, ну, как бы, что у нас, состязание, случаи, мимесис, да, ну, наверное, все-таки, да, мимесис присутствует, да, хотя вот видите, можно же тогда придумать какой-то еще вид игры, который здесь, да, мимесис присутствует, там, присутствует подражание определенное, да, когда человек обучается чему-то, он подражает всегда, да, вот, так или иначе, мы находимся в определенном порядочном пространстве, все, вроде бы, да, игра есть, вот, только вот, действительно, может быть, как-то вот, как я, может быть, не все здесь захватил, может быть, надо что-то еще тут, всякий вид игры, так подумает, приплесовать к обучению нашему, но, с другой стороны, и состязания есть, да, в каком-то смысле тоже есть, у вас там конкурс был поступать, да, сейчас вы тоже будете, не знаю, состязать, скорее, со самим собой, да, может быть, тоже, состязать с самим собой, тоже вещь довольно такая, тяжелая. кстати, к ее, возвращаясь непосредственно, ведь он тоже, как раз, выводит определенные правила, ну, как бы, такие, что ли, отличительные моменты относительно игры, то есть, ну, да, можно даже сейчас, вот, написать, я думаю, хватит еще, генечка, отличительные, так сказать, моменты игры, да, собственно, чем характеризуется, собственно, игра, они, кстати, эти отличительные моменты, вот и терминологии мои, они как-то, вот, с какого-то мысля, соотносятся с тем, что говорил Хейзинга, то есть, что игра, это, во-первых, свободная деятельность, вот, свободная деятельность, что это, вот у меня такое понятие есть, деятельность так, обособленная, но, понимаете, обособленная, я все-таки, наверное, здесь бы сказал, вполне соотнесся с тем, что тот же Хейзинга называл в пространстве и времени, да, это обособленная деятельность, вот, то есть, в пространстве и времени, по определенным правилам, третий, да, обособленный, по определенным правилам, по определенным правилам, Вне, тоже, кстати, нюанс важный, вне материальной пользы. Вне материальной пользы. И, кстати, очень интересный такой момент еще есть, который, в принципе, немножко отличает Кио от Хейзинга. Он говорит о том, что, ну, я думаю, Хейзинга тоже это подразумевал, без четко определенного результата игра, деятельность. Вы же не знаете результат, в конце концов, какой получится? Вот игра этим характеризуется. Вы сами не знаете, вот когда, даже вот, я помню, в детстве играл сам в шахматы, я не знал, кто выиграет. Вот. Бывает. Ну, или во что-нибудь другое. В детстве, например, играешь в шахматы, или же просто мячиком бьешь по воротам. И, естественно, играешь сам собой, если не с кем играть. Вдруг так бывает. Вышел на улицу, на кого нет. Вот. Разумеется, естественно, играешь сам собой и у себя выигрываешь. Кто выиграет? Первый или второй, да? Вот. Значит, второй момент. Без четкого понимания. Ну и, да, еще, кстати, важный момент, который как раз отмечает тот же самый Кайюа. Это определенный, создается определенная реальность. Особенная. Определенная особенная реальность. Определенная особенная реальность. Ну, то, что называется, вот мы с вами сказали, опять-таки, о хронотопии, говоря, относительно Хейзинга. То, в принципе, эта определенная реальность и то, что называется, особенная обособленность, да, она, в принципе, может быть, так сказать, несена вот с этим особенным пространством и временем. Определенная реальность. Действительно, игровая реальность, она как бы надстраивается над вот этой, как я говорил, такой специфической природной каузальностью и, условно говоря, действительно воспроизводит какой-то особый тип, то есть особую модель поведения, что ли, жизни, бытия, так сказать. Уровень бытия, вот это, наверное, лучше всего. Создается особенный специфический уровень бытия человека, да, который именно, бытия именно человеческого. Не природного, не животного, а именно человеческого, такого, свободного, творческого, вот, которым все эти вещи так или иначе, ну, раскрывают, которые вот человеческие, творческие способности как раз и, собственно, раскрываются. Ну, наверное, вот на этой ноте я сейчас тогда вот сегодняшнее, так сказать, рассуждение свое завершу. Вот, а мы сейчас с вами тогда, как бы, поговорим относительно, ну, наших, можно сказать, текущих дел. Вот, на этом, наверное, спасибо вам за внимание. Вот, все тогда.